Всем привет, дорогие друзья! Мы сейчас долго думали, куда бы закрепить вот этот вот микрофонный радиопередатчик. В общем, решили закрепить его на бейсболку. Надеюсь, это не испортит наш кадр. Ребят, сегодня мы здесь собрались, вот в этом замечательном дворе моем, собрались для того, чтобы обсудить новую радиосистему. Помните, примерно год назад я делал обзор на самую дешевую радиосистему, которая стоила меньше 100 долларов. И вот компания Kimofan решила, видимо, повторить успех своей прошлой модели и выпустила обновленную версию, где у нас уже появился хороший дизайн. Здесь у нас уже появился встроенный микрофон. В общем, это цифровая радиосистема и она стоит в районе 70 долларов. Посмотреть, сколько она точно стоит, вы можете, как всегда, по ссылочке в описании на Алиэкспресс заглянете, увидите. В общем, заявленная дальность работы ее без перекрытия 30 метров. И давайте, собственно, проверять. А для начала я ее открою и покажу, что, собственно, есть в комплекте. Здесь, вы видите, у нас расположен один передатчик, один приемник. Но гораздо интереснее посмотреть, собственно, комплектация, а то у нас зависит именно от этого, что вот в этом картонном коробке. Значит, здесь у нас кабель для подключения камеры. Есть в комплекте петличный микрофон. Есть кабель для подключения к смартфону. То есть, соответственно, кабель TRRS. И зарядный кабель сразу на два USB. Здесь используется microUSB, то есть еще не Type-C. Ну, с этим, собственно, понятно. Комплектация вполне ожидаемая и предсказуемая. Сейчас мы, конечно же, послушаем качество звука как со встроенного микрофона, так и с вот этой внешней петлички. Поэтому убирать ее я не буду. В этих пакетиках они все выглядят как вещественные доказательства. Он достаточно компактный. Здесь у нас есть разъем для микрофона, как я уже сказал, для петличного микрофона. И две кнопки. Точнее, три кнопки. Одна кнопка включения. Давайте его включим. Загорелась синяя лампочка. И кнопка регулировка громкости. Это очень хорошо, что на передатчике есть кнопка регулировки громкости, поскольку это позволит нам избежать перегруза. Приемник у нас обладает еще дополнительным разъемом, помимо линейного выхода к вашей камере или к вашему смартфону. Здесь у нас еще есть разъем на наушники. То есть, можно мониторить ваш звук. Кстати, очень интересно для такой бюджетной радиосистемы. Не на многих более дорогих такие истории встречаются. И здесь, опять же, у нас есть регулировка громкости. Давайте, чтобы вам лучше было их видно. Вот так вот они выглядят. И, соответственно, с помощью вот этой клипсы они могут закрепляться не только на вашем воротнике, что у меня вот так вот не очень, конечно, красиво будет смотреться, но и также на вашей камере, если вы засунете их в горячий или же холодный башмак. Ну что, ребят, сейчас вы можете слышать звук с этой радиосистемы. У меня подключен петличный микрофон. И, как обычно, мы будем тестировать дальность в два прохода. Первый раз я отвернусь к вам спиной, перекрою эту радиосистему. То есть, потеряется у нас прямая видимость. И обычно, как правило, цифровые радиосистемы многие сразу после моего разворота перестают работать. Например, так было с другими китайскими радиосистемами типа Lens Go. Посмотрим, на что, собственно, эта радиосистема способна. Поэтому прямо сейчас я разворачиваюсь. Если вы слышите мой голос, то это означает, что эта радиосистема работает гораздо лучше. Ну, а лучше 80% других китайских радиосистем, у которых с вот таким вот перекрытием не работает на такой дистанции уже ничего. Теперь я разворачиваюсь к вам. И если у вас терялся сигнал, то сейчас вы меня точно должны слышать, потому что у нас прямая видимость. И ничего, соответственно, не мешает. Иду на вас. Ну, я думаю, что в зоне прямой видимости сигнал должен быть. Что касается Wi-Fi, во-первых, у меня здесь находятся три роутера, которые работают на частоте 2,4 ГГц и на частоте 5 ГГц. Также у меня работает вот этот вот микрофон от DJI Pocket 2. То есть он работает тоже в диапазоне 2,4 ГГц. Поэтому у нас здесь не какие-то тепличные условия. У нас здесь конкретно так зашумленный радиоэфир. Ну, как зашумленный. Он зашумлен полезным сигналом исключительно. Поэтому если эта радиосистема работала, когда ее перекрыл корпусом, то это прям круто. Сейчас я это проверю. Слушайте, да такую радиосистему даже грех продавать. Хочется оставить ее себе. Так, я себя остановлю, чтобы вы не слышали меня на заднем плане. Слушайте, эта радиосистема реально стоит копейки и с перекрытиями отлично работает. При этом у нее неплохая комплектация. Единственное, чего ей не хватает, это, конечно, какой-то меховой ветрозащиты. Ну что, теперь давайте послушаем качество микрофона. И пока я его достаю, напоминаю вам, что если я надумаю продавать эту радиосистему, вы сможете купить ее у меня лично в нашей телеграм-барахолке. Ну, а помимо этого, там вы можете сами опубликовать свои объявления о продаже какого-либо видеооборудования. Ссылка будет в описании. Ну что, закрепляю сюда ее. Слышу, точнее вижу, что у нас бегают стрелочки. Значит, звук идет. Ну что, а сейчас я предлагаю вашему вниманию послушать, как я сказал, в нос, да? Я предлагаю вам послушать, как звучит эта радиосистема со встроенным микрофоном. И если вы не работаете на открытом воздухе, чтобы у вас ничего здесь не задувало, а, к примеру, работаете в помещении с этой радиосистемой, то, в принципе, то, что у нее нет меховой ветрозащиты, это не проблема. Но, во всяком случае, то, что я уже услышал, как она работает с перекрытиями, это достойно. Это еще раз подтверждает мою теорию о том, что на самом деле цена, по большому счету, ни на что не влияет. Важно качество исполнения, собственно, качество проектирования. И почему одни китайские производители могут сделать радиосистему за 70 баксов, которая работает с перекрытиями, ну вот на дистанции, какая у нас тут, метров 20, да, наш сад. А, соответственно, другие не могут сделать так, чтобы она работала хотя бы на расстоянии 3 метра, если я перекрываю ее своим корпусом. Все это я вам говорю исключительно для того, чтобы вы послушали, как звучит у нас встроенный микрофон. Ну, в принципе, выводы делать вам самим. Ну, на мой взгляд, радиосистема реально за свои деньги просто топчик. Если вам не нужна двухканальная радиосистема, то это отличный вариант. Всем пока, ребят. До новых встреч. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайкосики. Бай. Что я показал, типа в кавычках. Пока. Пока. Привет, меня зовут Андрей. За свою жизнь я снял сотни крутых видео. И знаешь, что их всех объединяет. Ни одно видео не выстрелит, если в нем не будет играть качающая музыка. Нужны настолько заряженные треки, чтобы заряжалась даже вода перед монитором. Но где брать такую музыку и при этом, чтобы твои видео могли монетизироваться? Здесь на самом деле все просто. Жми сюда и получай месяц бесплатного доступа к одной из крупнейших музыкальных библиотек в мире. За этот месяц ты сможешь накачать хоть тысячи крутых треков и использовать их в своих видео на ютубе и в инстаграме. И даже спустя этот бесплатный месяц, если ты не захочешь пользоваться сервисом, это никак не отразится на твоих уже загруженных видеороликах. Так что самое время зарегистрироваться и начать монетизировать свои видосы.